Издательство Эксмо представляет. Ник Перумов. Гибель богов 2. Том 2. Удерживая небо. Глава 1. Хедин Сигрлин Ракот. «Славные делишки!» — проворчал бывший владыка тьмы, выслушав рассказ Хедина. Плечи Ракота покрывала грубо выделанная шкура. Знаменитый черный меч, небрежно завернутый в нечто сильно напоминавшее драконью чешуйчатую кожу, отдыхал от трудов праведных на низком столе. «Прости, братик, что лишили тебя славы победителя!» — промурлыкала Сигрлин, касаясь бугрящихся мышц. Ракот так и не успел выйти из образа черноволосого и голубоглазого варвара, как раз предававшегося гладиаторским забавам на арене под восторженные вопли доброй сотни тысяч зевак. Сама Сигрлин успела побывать на гном ей свадьбе, хоть и недолго. «Чего ж там?» — Ракот потер ушибленное запястье и поморщился. «Крепок тот гном оказался, лиходей этакий!» «Брат, пропал Мемир!» — сухо бросил Хедин. «Не весь что творится с кипящим котлом. Один только урд остается, каким и был, но, ты сам знаешь, граница медленно движется. Мы с тобой об этом говорили много раз!» Ракот схватил кожаный мех, валявшийся рядом с заменявшей ему плащ шкурой, крепкими зубами выдернул пробку. Полилось красноватое вино, алые струйки побежали вниз по блестящей от пота груди нового бога. «И можешь ты пить такую кислятину?» — ужаснулась Сигрлин. «Я отсюда слышу!» «Освежает!» — буркнул Ракот, отбросив опустевший мех. «Сейчас бы еще гномояду, и голова совсем бы прояснилась!» «Брат!» — Хедин поднялся. «Хватит, прошу тебя! Нам и так было непросто тебя дозваться!» «Понимаю. Прости!» — вздохнул Ракот. «Так порой устаешь от божественности. Хочешь честной схватки, чтобы равные шансы, чтобы победить, потому что ты...» «Этой радости мы лишены!» «Познавший тьму, говорил сухо и ровно, но ни дать не взять, строгий учитель!» «Я оставил несколько подмастерьев возле мемирового источника. Они там, впрочем, ничего не нашли и уже, скорее всего, не найдут. Все следы, если имелись, давно протухли. Матерый лес поднялся, где там деревня стояла. «Кому он мог понадобиться и куда деться? Мы, пока сюда добирались, чуть языки не стерли, обсуждаючи!» Бросила Сигрлин. «Ничего не придумали, само собой. Дальние, недальние, спаситель, козлоногие, ведьмаки лохматые...» «Про таких не слышал!» — рыкнул Ракот. Сигрлин только отмахнулась. «Если похитили, почему ничего не случилось с источником? А если что-то от него самого вызнать хотели, то почему ничего с тех пор и не случилось? Ждут? Время еще не настало!» Хотел бы я на тех посмотреть, кто вообразил, что может у старого Йотуна что-то силой вызнать против его воли. «Молодые боги тоже не думали, что их кто-то свергнуть может, сестра!» — прорычал Ракот. «Мимир мог возомнить о себе слишком много. Мог увериться, что, мол, справится со всем и всеми. Он не справился. И что же?» В голосе познавшего тьму звенели льдинки. «Что, что? Я немедленно отправлюсь на поиски. Дашь мне твою Гилеру и ее полк?» Они сражаются в Йорварде, возле Бьерсвердена. Там, где живут лунные волки, и... «Отлично!» — громохнул Ракот. «Помогу им справиться там и вперед. Мимира надо выручать. Даже если он успел рассказать, не знаю кому, все, что знал. А что он знал, собственно говоря?» Вдруг тихонько спросила Сигрлин. «Какие тайны были ему открыты? О Мимире вечно говорили, как о мудрейшем из мудрых. Но в чем состояла его мудрость? Он сторожил источник, верно. Но что он мог знать такого? Молодые боги не сочли нужным что-то делать с ним. Так не значит ли это...» «Ты забыла, как мы искали туда дорогу, Си? Ямерт и компания просто закрыли все пути туда, все дороги. Не для всех!» — заметил Ракот. «Браан сухая рука выбрался. И немало попортил нам крови, если честно». «Он жил в Йорварде, если ты забыл, брат?» «Ничего я не забыл. Откуда он там взялся изначально?» Сигрлин пожала плечами. «Выпустили. Специально для этого и вывели. Какое это имеет значение, Ракот?» Бывший владыка тьмы не ответил. Шагал от стены и до стены, резкими взмахами рубил воздух, что-то бормоча себе под нос. «Оставайтесь здесь!» Наконец обернулся он. «Ты, Хидин, и ты, Си. Я отправлюсь в Йорвард!» «Если тебе нужен след, может быть, стоит вспомнить о вампирах?» Осторожно посоветовала чародейка. «После исчезновения Эйвиль они наверняка мечтают о случае показать себя, вернуть себе расположение богов». Закончила она с полуулыбкой. «Только не вампиры!» Процедил сквозь зубы Хидин. Сигрлин сделала паузу и, понимающий, кивнула. Над тайным замком медленно поворачивалось небо. Вынесенный далеко вперед балкон плыл над бездонной, завораживающей бездной межреальности. Далеко справа вставали огненные протуберанцы. Далеко слева тянулись во все стороны ловчими ростками дикие чащи. «Узнаю моего Хидина». Сигрлин сменила белое платье на просторную куртку со шнуровкой. Мягкие кожаные штаны и такие же сапоги почти без каблуков. В каких удобно биться. «Дикое прекрасно! Свободное прибудет свободным! Что выросло, то выросло!» Я улыбнулся, несмотря на все мрачные мысли. «Никогда не был силен в парковом искусстве, ты же знаешь!» «А я бы тут развернулась!» Залихватски сообщила она, глядя вниз. «Вон, те чаще бы повырубила, вон оттуда завернула бы поток, здесь поставила бы скалу с водопадом и озерком!» Ракот, скорее всего, ничего не найдет. Вдруг вырвалось у меня. Само ее присутствие, тонкий, едва ощутимый аромат ее кожи, только ее, какой не спутаешь больше ни с чем, сводил с ума, несмотря на все прошедшие годы с веками. Субтитры создавал DimaTorzok